Здравствуйте, товарищи! В эфире Красного радио фонда Рабочей Академии программа «Слово рабочим». Сегодня мы беседуем с Максимом Дмитриевым, ленинградским рабочим. Здравствуйте, Максим! Здравствуйте, Татьяна! Максим, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Где вы работаете? Я работаю на Кировском заводе, конкретнее на АО Петербургский тракторный завод. Это предприятие является дочкой Кировского завода, но, по сути, основным телом бывшего советского Кировского завода, поскольку именно оно выпускает нынешний трактор «Кировец» во всех его модификациях и имеет в себе основные цеха, которые были когда-то на Кировском заводе. А вы конкретно кем работаете? Я работаю оператором станков с программным управлением. На данный момент работаю на зубодолбежных станках. Что это такое? Шестерни, представляете себе? Им нужны зубья. Так вот, эти зубья выдолбливаю я. Скажите, пожалуйста, Максим, сколько на вашем предприятии рабочих? Рабочих, по подсчетам моих товарищей, было примерно 4 тысячи. Это именно рабочих. А вообще, работников Петербургского тракторного завода, последняя статья в средствах массовой информации говорила о 10 тысячах. Скажите, есть ли среди рабочих женщины? Да. И чем они занимаются на производстве? В основном, конечно, это отдел контроля качества. Также это столовые, кладовые, инструментальные. Операторов станков не видел. Но я могу сказать только за цех по производству КПП. Это коробки переключения передач, которые мы, собственно, выпускаем в цеху. Максим, скажите, пожалуйста, вот на вашем заводе ленинградцев много? На нашем заводе ленинградцев умирающих мало. В основном это приезжие с регионов. Очень много приезжих, с которыми я успел подружиться. Они все называются иногда коренные петербуржцы. Из братских республик? Ну, не из братских республик, а конкретно из Липецка, например, очень много. Когда-то там был огромный тракторный гигант, который распилили и растащили. И город пока еще держится на старом металлургическом комбинате. Но это пока дело времени. Вот. А Волгоград, ну и прочее. Очень много именно приезжих с областей. И также очень много работает с пригорода. Какое среднее возрасте у рабочих? В основном это у нас, как минимум в цеху, очень молодой коллектив. В том числе и среди начальнического состава. Бывают даже очень молодые. А в целом 25-38. Так. Каковы условия вашего труда? То есть, есть ли у вас вредность? Каков уровень применения ручного труда? Насколько тяжелые у вас физические работы? И, если возможно, какие условия для отдыха у вас есть на работе? То есть, где вы обедаете? Есть ли у вас перерывы, там, не знаю, на перекур? Каким образом вот это все происходит? Так. С первой частью вопроса. Условия труда в нашем цеху, ну, скажем так, кроме того, что он недавно горел и полностью сгорел, и поэтому пришлось отстроить заново весь цех. Поэтому его сразу строили красивым, чистым. Вообще, он у нас считается образцово показателем. Те, кто видели фотографии или видео с Малышевой о петербургском тракторном заводе, вы видели именно мой цех. Он вылезан, причесан. Там закуплено новое оборудование, полы залиты, так что они блестят, что добавляет травматизма. Поскольку масло на полу, на скользком полу усиливает скольжение, и его тяжело отмывать, что мы делаем постоянно. Вот. Есть вентиляция, но это бич наш. Мы с этим уже полгода возимся, и эта вентиляция не работает. Она где-то включена, где-то она немного дурит, но основной своей функцией вытяжки она не занимается. Также и не занимается второстепенной своей функцией подачей холодного воздуха. Это жарко. Очень жарко. Это довольно насущная проблема. Когда я пришел, устроился недавно на завод, и как раз случилась жара. И в цеху около станка доходило до 30 градусов, а в самом станке до 37 градусов. Максимум, на что смогло пойти начальство, это ежечасно 5 минут уходить в старые части цеха или на улицу. Чтобы подышать воздухом. Чтобы подышать их воздухом, да. Но при 12-часовых сменах это все равно тяжело очень. Еще добавляется особая близость к термическому участку, где закаливают детали. Раз в 6 часов открываются все печи, и весь, не только жар, но и выхлопы газа, они выходят, собственно говоря, в цех. И мы как бы этим дышим. У меня еще не встречался рабочий, который не говорил бы, что у него болит, систематически болит голова на работе. А защита органов дыхания какая-то есть? Маски? Респираторы? Нет, об этом как раз у нас было снято в видеоролик с Малышевой, где отчитывались, что наш завод настолько прогрессивен, что туда не забирается коронавирус вообще. Нет, ну коронавирус – это одно, а защита вот от этих выхлопов газа какая-то никаким образом не производится. А вот вы упомянули о том, что пол вроде как бы соответствует технике безопасности, тем не менее, когда он покрывается маслом, он становится очень травмоопасным. Часто ли у вас на производстве происходят несчастные случаи, травматизм? Насколько высок? Ну, к сожалению, я не смогу сказать за какой-то период, но совсем недавно было несколько таких моментов. Первый момент – это как раз рабочий подскользнулся на полу и очень сильно повредил палец, его зашивали. Теряли фаланги пальцев из-за неправильного обращения с инструментами, в основном, конечно. Но в целом получается скорее… Травматизм происходит. Травматизм происходит, да. Ну вот хорошо, вы сказали, что уже на вашей памяти вот рабочий подскользнулся, упал, повредил руку, да, палец? Да. Каковы были действия работодателя в этой ситуации? Это, к сожалению, я не знаю. Но я знаю, что этот рабочий долго просидел на больничном, ему всё оплатили. Использовал ли он 125-й федеральный закон, не знаю, который говорит о том, что даже по прошествию, грубо говоря, срока травмы, если возникают новые боли или побочный эффект. У работодателя обязан взять на себя все издержки по этому вопросу. Ну, что я знаю, этот рабочий теперь не занимается более тяжёлыми деталями. Ну, в целом, как было, так и осталось. А что у вас с заработной платой? Вот конкретно у меня зарплата 40 тысяч, из них окладные 25. То есть 15 – это премиальные? Это премиальные, да. И на всякие надбавки. То есть 60% от оклада премиальные? Да. Это приблизительно составляет. Как и у всех. У меня это ещё нормально. В среднем получается, что у нас, да, где-то самую маленькую зарплату, которую я видел у нас на заводе, это 30 тысяч. И самую большую, которую я лично видел, зарплату из рабочих – это 87 тысяч. При 87 тысячах оклад составляет 28 500. А вообще, какие существуют системы оплаты труда у вас, вы знаете? Папка оплаты труда очень большая. Положение об оплате труда, которое есть на каждом предприятии. Очень сложная и слишком много формул. И ничего не понятно. Серьёзно. Кроме того, что есть повремённая, сдельная и какая-то смешанная. Но вы на повремённой оплате. Да, я на повремённой, как и большинство. Естественно, насколько я понимаю, вся заработная плата белая. То есть никаких серых выплат у вас не производится. То есть полностью официально начисляется и переводится на карту. Да, да, да. Ну, кроме того, что сейчас на данный момент у нас задержка. Задержка по сроку выплат, которая прописана в данном договоре. Да, и в коллективном. И насколько он задерживает зарплату? Должна была прийти и начислена, и, соответственно, как бы подписана в банк 11 июня. Сегодня 16-е. День или сикорный? Да, объявляли о том, что будет, скорее всего, двухнедельная задержка. Скажите, а каков у вас рабочий день? Вы по графику работаете? Да, я работаю по графику. 12-часовые смены, чередующие две смены по 12 часов дневные смены с 7.30 утра до 7.30 вечера. И два выходных. Потом идут две 12-часовых ночных смены с 7.30 вечера до 7.30 утра. Потом идёт один отсыпной, который считается выходным. И один выходной. Вот вы говорите, у вас 12-часовая смена. Вы отрабатываете вот ровно эти 12 часов или у вас бывают переработки? Нет, переработок у нас, как правило, нет. То есть ни переработок, ни сверхурочных у вас не происходит? То есть вы работаете строго в рамках своей смены? Нет, конечно, предлагают всячески, особенно сейчас, когда довольно большое количество людей из-за, опять-таки, условий отношений к рабочим, из-за условий труда и, естественно, зарплаты начали массово увольняться. Массово это, например, с двух станков, ну, фрезерных. У нас уволилось порядком, только на моих глазах, за один месяц порядком 6 человек. Из всех смен 8 человек. То есть, по сути, 80% смен. То есть вообще текучка, вот она сейчас началась? До этого я не знаю, но говорят, что достаточно часто у них происходят текучки. Скажите, а вот сколько у вас по вашему договору отпуск составляет дней? 28 календарных дней. То есть, 28 обычный отпуск без каких-либо добавок за тяжелые условия труда, там, по вредности? По вредности у кого-то есть, там, у сварщиков, у термильщиков, там, 3-4 дня добавляется. А у вас нет? У нас нету, хотя у нас, я вообще, честно говоря, так и не знаю, у меня в договоре не стоит, что у меня, меня проверяли на вредность, но вредность никакой, а в профсоюзе я узнал, что у нас вредность 3-1, но в договоре я это что-то не увидел. И, соответственно, в табеле... 3-1 это достаточно высокий класс вредности, там все равно должны быть дополнительные. Надбавки я не увидел. Надбавки, да, заработные платья, дополнительные дни отпуска, понятно. Дополнительные дни отпуска у нас у административного персонала, начальничествующего, ввиду того, что у них ненормированный рабочий день. 3-4 дня к отпуску. Ну и тяжелее, правда. Очень тяжело. Скажите, пожалуйста, так вот как раз, если мы заговорили об административном составе, да, вот как на вашем предприятии конкретно спадываются отношения у работников с руководством? Как реагируют руководства на какие-то нарушения трудового распорядка? Каким образом воздействуют на работников в этих ситуациях? Так, ну могу даже на примерах сказать. Пожалуйста. Вот недавно увольнялся наш товарищ по причине того, что у него были конфликты за денег, а потом его начали, ну, если таким простым языком сказать, прессовать. Что значит прессовать? Это означает, что по всяким мелочам начали его дергать. Вот ты ходишь слишком часто на перекуры, при этом они убрали из распорядка дня два перекура. Оставили один перекур на 12 часов. Что, в принципе, как бы невозможно. Ну вот. А в союз это одобрит. И всячески по иным личным моментам его дергали. Из-за этого он в основном и уволился. И такое довольно-таки часто происходит. Плюс очень обожают кулуарные типы разговоров. Пойдем поговорим отдельно. Не надо устраивать полемик. Не надо, чтобы все слушали. Ну понятно. То есть такое мягкое давление. Капитал любит тишину. Как всегда. А в целом мы говорили множество раз о жаре. Я указывал о том, что это нарушение СанПИНА. На что мне довольно так резко сказали, что не надо поднимать эти темы и так далее. Но в целом начальство не прислушивается. Оно слушает, но не прислушивается. Есть люди, которые действительно специалисты в своей области. И которые, когда решают какой-то вопрос по производству, например, они обращаются к высококвалифицированному рабочему. Что я лично увидел. И меня лично вселила некоторая уверенность в этих специалистах. Потому что, например, ИТР, который обращается к рабочему по вопросу устройства производства или изготовления неких деталей или внедрения новых технологий, он делает правильно. Потому что непосредственно с производством постоянно взаимодействует именно рабочий. И у рабочего в силу положения он прекрасно начинает разбираться и интуитивно, и достаточно много имеет знаний о процессах. Возможно, он не знает в целом процесс производства, например, между цехами. Но на своем участке он знает практически все. Скажите, а вот исходя из ваших должностных обязанностей, вообще реально работать без нарушений, исполняя все требования? Да, но тогда не сделать план. План – штука интересная. Потому что, ну, это как морковка у ослика, да, привязанная. Если мы однажды не смогли достигнуть плана, что нужно сделать? Нет, не сократить план. Повысить. Повысить план, так ранее точно. И вот, например, у нас было собрать в месяц 150 тракторов, мы максимум выжимали, ну, 100-120, но надо сделать 300. Ничего не изменилось. В производстве не закупили новых станков. Не набрали новых людей. Не набрали, уволили старые люди. И именно поэтому надо поднять план. Вот так вот. То есть у вас высокая интенсивность труда во время работы? Насколько это позволяют машины? Машины не останавливаются ни на минуту, что как бы противоречит технике безопасности и эксплуатации самих машин. Ибо у них минимум час в сутках или в 48 часах должны останавливаться на отдых, выключенное состояние, и потом проверку всех систем. Они, во-первых, эксплуатируются в повышенных температурных условиях. У них норма, предельная норма 22 градуса. Они эксплуатируются, вот я говорю, в 30-ти градусную жару. Станкам три года закуплены и собраны специально под заказ, под наши детали. И они уже дают сбои. Могли бы браковать детали, если бы не хорошие специалисты, которые просто опытом своим не дают машинам сделать брак. А в целом у них мозги уже начинают вылетать. Вот у вас достаточное количество работников для того, чтобы в нормальном режиме. То есть я опять же возвращаюсь к интенсивности труда. Насколько высока интенсивность вашего труда? Двоякий вопрос. С одной стороны у нас введено такое ужасное понятие, как бережливое производство. Бережливое производство, ну, наверное, не знаю, не для нас. Потому что мы должны обслуживать рабочий, который обслуживает менее чем две машины. Но это как-то... То есть вы обслуживаете две машины одновременно? Конкретно я обслуживаю четыре машины. А мой напарник, он более компетентный. И он является скорее наладчиком. Выполняет роль наладчика. Раньше он один был на четыре машины. Сейчас я являюсь оператором машин. То есть в основном это смена инструмента, поставить деталь, снять деталь. А он заключает настройки, держать в размерах и прочие такие более тонкие, более... Технологически сложные операции. Да, более технологически сложные. То есть как подмога получается. У меня более тогда получается интенсивный труд. У него более тяжелый в плане ответственности. А в целом у меня получается день довольно-таки... Я могу, конечно, посидеть. Я не скрою этого. У меня в среднем, в зависимости от деталей, ну, по среднему возьму минут 15-20, я могу условно в часе посидеть. Ну, совершенно спокойно, наблюдая за работой станков. Но иногда бывают... У меня же на каждом станке получаются разные детали. У них разное время обработки. И, следовательно, у меня могут попасться 8 минут, 8 минут, полчаса, 17 минут. То есть рваный график. Рваный. И я могу бегать туда-сюда, туда-сюда. У кого-то, например, это один станок, может быть. То есть есть такие, которые точат валы и так далее. Но они работают пятидневку, днем в основном только. Ну, то есть у нас вот какое-то такое сильное разделение. Потому что... Ну, я думаю, это ненадолго. Потому что сначала, как мне рассказывали мои товарищи, у нас все работали пятидневку. И очень исключительные случаи, когда кто-то выходил там два через два и так далее. Тем более ночь. Раньше ночных вообще не было. Сейчас стало довольно повально 2-2 день-ночь, 3-3 день-ночь. И пятидневка потихонечку перекочевывает. В дополнительные смены возьмите. Давайте пока попробуем в ночь. Потом, конечно же, не будем. Будем. Трактора пользуются спросом, видимо? Сложно сказать. Потому что возвращаются они довольно-таки в объеме. В объеме целого месяца изготовления. Ну, к примеру, у нас 130 тракторов вернулось. Что значит возвращаются? Из эксплуатации. Обратно к вам? Да. Видимо, на доработку, на заменную часть. Или отказы. Ну, вот, исходя из того, что вы рассказали, я так понимаю, что бережливость по отношению к машинам ваш провододатель не проявляет. То есть, они в очень интенсивном режиме эксплуатируются. А по отношению к своим работникам есть какие-то социальные программы? Есть какие-то профилактории, санатории? Может быть, какой-то детский летний отдых? Ну, вот какие-то поддержки своих сотрудников есть у Так, во-первых, у нас постулируется такой принцип кайдзен. Это новомодная такая штука в Японии. Это... Ну, как я понимаю, мне товарищи рассказали, это... Которые читали про это. Это некое понятие корпоративизма, что-то такое. Тимбилдинг. Нет, не мы однако, мы все семья. Мы все семья, одна большая любимая семья. И поэтому у нас есть всякие пробежки. Вот недавно была замечательная пробежка... Семьями? Да, я не увидел ни одного рабочего на фотографии. Там не участвовал ни один рабочий, потому что это была рабочая смена, все были на работе. Но бежали наши... Подминистровцы, видимо. Отцы, матери, основатели и все. Вот, им было весело. Они отстояли звание Кировского завода лучшего. Все, мы победили, с нами Бог. Это прекрасно. А вот все-таки, возвращаясь всерьез к вопросу о том, что существует ли какая-то социальная поддержка персоналу. Ну, как я и говорю, в коллективном договоре предусмотрено. Там предусмотрены детские отпуска. Детские лагеря. Детские лагеря, да. В коллективном договоре, например, родительская плата максимально составляет 10%, а в реальности дают 50% сертификат. То есть он не выполняется коллективом? Он трижды не выполняется, потому что, например, редакция газеты внутренней, она, например, вносит еще дополнительную смуту положения коллективного договора. Они, как хотят, калечат в количестве денег, допустим, социальных, которые указаны в коллективных газетах. У нас есть своя газета «Кировец», вот. И в ней была целая статья на день рождения Кировского завода и Петербургского тракторного, соответственно, о некоторых социальных как раз гарантиях. Для сотрудников. Да. И там было указано о том, что да, есть такая выплата, например, там, вот четко я помню, на погребение родственников. В коллективном договоре, без всяких, сколько должен работать работник и так далее, предприятиям дается 20 тысяч. А в самой газете уже было указано 15 тысяч, и только после двух лет стажа. Так а, собственно, что еще здесь газета? Она является рупором, и поскольку она постулируется каждому рабочему на «держи эту газету», то фактически она транслирует то, что… Коллективный договор, который является уже, ну, по сути, измененным. И работник, прочитая это, он будет требовать 15 тысяч. И как реагируют сотрудники вот на это все? Ведь кто-то же все-таки читал коллективный договор и знает, какие там прописаны положения. Ну, в частности, вот бог с ним, даже с этим пособием на погребение, да, 20 тысяч. А кроме пособий на погребение, там есть еще хоть какие-то меры поддержки? Нет, они есть. Вот, например, там, по поводу… У нас есть какой-то свой спортивный зал. Ну, туда особо работники не ходят. То есть, опять же, администрация? Наверное, да. Я спрашивал. Да, есть, да, можешь сходить, но… А есть некоторые, да, по поводу свадебы, да, но это не в коллективном договоре, а это в кодексе Кировца. Есть у нас внутренний такой документ, кодекс Кировца, который никто не знает. Я его с трудом добыл, но в нем тоже, как оказалось, практически ничего. Это, грубо говоря, инструмент для своих с помощью профсоюза и дирекции завода выдавать премии в виде месячной зарплаты и значочек. Нет, соглашусь, это очень удобно. Можно отличать рабочих по этим значкам, с которыми дело иметь нельзя. И каково настроение вот в коллективе? Насколько люди осознают, что их права нарушаются? Насколько люди готовы защищать свои интересы? Вот как вам кажется? Вот как раз сегодня я общался с небольшим количеством, да, из моего коллектива, но довольно-таки колоритным. И в основном настроения такие, да, все нарушается, но принимается такое положение, скорее, как и многих граждан в нашей стране, что ну а что с этим поделаешь? У нас вот такая вот жизнь, такая страна, терпи. При этом я оценил, что знание законодательства у нас, ну не скажу, что на уровне, но немало рабочих знают положение Трудового кодекса, ими даже пользуются. Проблема в другом. Проблема в том, что без каких-то, например, коллективных действий эти положения мало чего могут противопоставить, например, администрации, которая возьмет целенаправленно, ну по сути, на измор работника. Ну понятно. Вот, поэтому именно коллективизма там, он просматривается, но, как мне кажется, это они ждут примера, они ждут некого сигнала. То есть они все в некой спячке, но при этом сознание есть, но в спячке. Как вы думаете, что может заставить людей все-таки начать организовываться, особенно учитывая, что они даже, как вы говорите, владеют знаниями как минимум трудового законодательства? Мы долго думали с моими товарищами из профсоюза, которые готовы бороться именно с рабочими, и нашли единственный верный выход, как нам кажется. А именно мы написали проект коллективного договора, проект работников, который улучшит положение рабочего человека, да и вообще любого работника на заводе. Ну, если предположить, что нынешний коллективный договор дает условий на 5%, мы в этом проекте условно до 80% точно разогнали. То есть там увеличение оклада, снижение, собственно говоря, премиальной части до 20% от всей заработной платы. Это ежегодная индексация с постоянным превышением, да, ежегодным. Это сокращение рабочего времени, все 12-часовые смены отменить, перевести их на 8-часовые смены. 8-часовые смены перевести сначала на 7-часовые, потом на 6-часовые. Ну, в 2 года, даже в 3 года подготовка. Также мы туда, посвящавшись, включили положение у выхода на пенсию в 55 лет, корпоративную пенсию от, собственно говоря, завода. Главное, что по всем вопросам, которые касаются работников и условий труда, найма и прочего, только согласие единого представительного органа работников. Ну и в целом, скажем так, еще много всяких таких помелочей вещей. А вот вы упомянули профсоюз. Вы вступили в профсоюз, который действует на Кировском заводе? Да. На Кировском заводе действует межрегиональный профсоюз работников Кировского завода. Он межрегиональный. Это означает, что где-то в каких-то регионах нашей страны есть еще представительство этого профсоюза. Я не знаю где, но он, наверное, есть, раз они межрегиональны. С ним очень сложно, потому что, как и многие профсоюзы, он слаб. Его специально ослабляли. Ослабляли до уровня инструмента, который необходим дирекции для управления. Ну, например, без него довольно сложно заключить коллективный договор. Но коллективный договор заключается профсоюзом не в интересах работников. А у меня было, например, очень сложно. Мне тяжело было войти в профсоюз. Я буквально нахрапом это сделал. Буквально заставив их меня принять и принять мое заявление и так далее. У вас не хотели принимать профсоюз? Да. Но не то, что не хотели. Меня всячески в момент моего трудоустройства, я уже изъявил желание вступить в профсоюз, мне не дали написать заявление. Впоследствии я месяц ждал и никак не мог встретиться с председателем профсоюза, нашего цехового комитета. И, в общем, скажу, что организация, такая рода организация на заводе очень-очень странно построена. То есть, если тебе что-то надо, ты должен это взять и вырвать. Вы написали проект нового коллективного договора. Вы с этим проектом пойдете в этот профсоюз? Ну, конечно. Мы, как настоящие профсоюзники, активисты, мы должны сначала же прийти к нашему профсоюзу и максимальное число рабочих вовлечь в профсоюз. Надо вернуть доверие большому, могучему профсоюзу, который когда-то действительно был сильным и мог диктовать требования. И вот мы хотим, чтобы наш профсоюз снова начал диктовать требования. Раз он не смог, возможно, творческих сил не хватило, чтобы создать такой коллективный договор, вокруг которого соберется весь коллектив. Ну, мы, часть профсоюза, мы решили, что мы возьмем на себя эту ответственность, эту ношу и создали, как мне кажется, прекрасный. Во всем случае, когда мы обсуждаем его с рабочими, ему очень нравится. Кому-то какие-то определенные положения, но в целом это и объединяет весь коллектив. И мы как раз собираемся сейчас проводить некую такую агитацию за... Новый критерный договор. Да. И тем самым вовлекая в профсоюз. Ну, я очень надеюсь, что это получится. И наш старый профсоюз окреплен. Почему? Потому что этот профсоюз, у нас очень много предприятий внутри Кировского завода, как и во многих других заводах. И этот профсоюз, он один на всех. И если он заключает договор с Кировским заводом, ПАО, и с обязательством распространения на всех своих дочек. Конечно же, мы прекрасно понимаем, что если у нас это не получится сделать, а профсоюз действительно ослаб, и у него очень малое количество людей осталось. Буквально считанные люди. Тем более, рабочих там практически нет. Если сейчас мы думаем о создании рабочей секции в этом профсоюзе для приведения этого коллектива, но если у нас это не получится, что ж, придется создавать свой профсоюз. Потому что по численности он будет никак не меньше. Вы до того, как прийти на завод, чем занимались? Ну, я много какие профессии сменил. В основном низкая квалификация. Но все были рабочие профессии. Последняя и самая крепкая, можно сказать, профессию я получил – это игрушек-комплектовщик. Ну, иногда ее называют колдовщик. Я работал в основном на складах. До завода я, собственно говоря, работал на складе и решил поменять профессию. Переучился на оператора станков. Ну, то есть вы практически всегда работали рабочим? Да. Всю свою нелогую жизнь. Как вы думаете, что можно было бы изменить, если бы завод работал не для выгоды собственника, а для людей? Ну, скажу, как и многие мои коллеги на заводе. Все этого хотят на самом-то деле, потому что все понимают, что то управление заводом, которое есть сейчас, оно не вывозит. Ну, если говорить рабочим языком. Оно не вывозит, потому что мощности не загружены людей. Вот они ходят толпы. У нас даже жалуются о том, что уже и профессионалов-то нет. Нет высокой квалификации у рабочих. Их просто уже не готовят. Те, которые есть, они приезжают из регионов. Их специально переманивают зарплатами сюда. Их здесь не готовят. То есть нет профтехучилищ? Практически нет. То есть те, которые есть, они либо выпускают настолько малое количество, либо тех, кто не идут на заводы, они идут в какие-нибудь, возможно, частные конторы. И, естественно, говоря о мощностях, Кировский завод, он раздробился на много-много мелких предприятий. И все вот эти мощности по производству сельской техники и тем более танков, которые мы производили и ремонтировали, сейчас, по сути, невозможно использовать. Потому что все раздробилось на мелкие фермочки, в которых, опять-таки, я даже знаю, одна из них, тракторный завод Ковшей или Петербургский завод Ковшей, как-то так он называется. Там вообще все рабочие с неоформленными трудовыми договорами. Приходи и работай. Вот тебе станок делать что-нибудь. Возможно, будет зарплат. Но зарплаты там обычно не выдают. Ладно, это к сути не относится. Суть в том, что, конечно же, рабочему выгодно иметь такой строй социально-экономический, в котором именно тот, кто производит и будет распределять все произведенные им блага. По совести и по справедливости. Потому что эти два слова постоянно встречаются в разговорах с рабочими. Они знают, что такое справедливо. Они знают, что если кто-то сделал брак, он должен за него понести наказание. Сам придет и отдаст. Ну, есть, конечно, и нет. Не такие. Но честный рабочий, он, да, он скажет, это я забраковал, да, вот. Если наоборот, если он что-то сделал, и в основном, если он придумал какое-то устройство, новшество ввел, о нем и забудут. И это несправедливо. И все, с кем я общался, да, в основном о Советском Союзе, например, вспоминают с теплом и в том, что тогда была уверенность в этом дне, в завтрашнем и в последующих. Тогда не было, как выражаются, головоломки, да, с квартирами, потому что у нас на заводе все с оредными квартирами. Либо те, кто в апотеке живет и стонут, либо есть даже рабочий, у которого он 30 лет уже снимает квартиры в Бурке. Вот. И, естественно, ливийная доля зарплаты уходит именно на аренду квартиры. У рабочего в голове, конечно же, мифы о советском прошлом, но они как-то контрастируют и совмещаются с памятью даже поколений о советском прошлом, о стабильности, о роли человека труда в обществе. Но и при этом все, что нам рассказывают с телевизора, вот это вот в таком странном сочетании, поэтому они потеряны. Вот я могу точно так вот выразить. Они потеряны, они не знают, куда двигаться, но они признают, что это тупик. Я сегодня общался, и они сказали, что то, что сегодня есть, это ужасно, потому что то, куда логикой приводит развитие событий, ну, мы в деградацию опускаемся. Выжить в этом, ну, разве что что-то действительно должно перевернуть все общество, чтобы заново мы начали стремиться к чему-то больше. У вас есть мечта? У меня есть мечта. Мечта у меня, чтобы, ну, она такая, может быть, наивная. У меня мечта, чтобы мой ребенок и дети вообще во всеобщем понимании, наши дети, они жили свободно и счастливо, чтобы они жили, чтобы они каждые выбрали то, что они хотят в этой жизни. В том, к чему они, возможно, были рождены или были предрасположены. В том, чтобы человечество, наконец-то, покорило весь космос, в том, чтобы оно было бесконечно. Такая вот у меня странная, возможно, наивная мечта. Максим, а насколько мне известно, помимо своей работы на заводе, вы также еще занимаетесь активно общественной работой, в частности, вы участвовали в организации объединения рабочих Ленинграда. Несколько слов скажите об этом, пожалуйста. Да, такое объединение мы с товарищами учредили, или, можно даже сказать, воссоздали, ибо оно было в 90-е годы было создано и довольно-таки активно и успешно действовало в городе Ленинград. Имела свой вес и могла, и была силой. Вот, мы попытались это воссоздать. Получилось довольно успешно. Сейчас мы наращиваем темп и всегда будем наращивать. Нас много, будет еще больше. Пока весь рабочий город наш, каждый рабочий не будет знать, что есть такое общество, куда может рабочий прийти за помощью в борьбе с работодателем, в поиске справедливости. Может быть, даже, ну, рабочий не мстительный, на самом деле. Как оказалось, для меня это было открытием, потому что нам все время говорили, что природа человека мстительна. Казалось, совершенно нет, она справедлива. Вот, и по справедливости рабочий мог бы прийти в это объединение, где ему помогут юридически, практически, может быть, даже дело. Просто поддержат. Да, во-первых, поддержат, может быть, даже делом. Мы в наш коллективный договор, по моей инициативе, собираемся включить такой пункт о признании за работниками право на забастовку солидарности. Вот. То есть, ну, как некий рычаг давления на нерадивых бизнесменов. Максим, спасибо вам большое. Это была очень интересная и содержательная беседа. Дорогие слушатели, вам всего доброго. С вами были Максим Дмитриев и Татьяна Воднева с коммунистическим приветом из Ленинграда. До свидания.